Девушки отдыхают И как жертвы осознаются и воспринимаются в обществе сейчас и в советское время И эту тему мы пригласили обсуждать очень хороших, уважаемых гостей, на наш взгляд Это прежде всего Израил Зиновьевич Постоловский, ветеран, автор книги «Мгновения войны. Сталинград и далее» Это Николай Яковенко, журналист, это Екатерина Нажевникова, волонтер И Леонид Штекель, главный редактор интернет-издания «Одесса Дэйли» И обсуждение этой темы хотелось бы начать с очень тематичной и подходящей песни Вы слышите, грохочут сапоги И птицы ошалевые летят И женщины глядят из-под руки Вы поняли, куда они глядят Вы слышите, грохочет барабан Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней Уходит взвод в туман, туман, туман А прошлое ясней, ясней, ясней А где же наше мужество, солдат? Когда мы возвращаемся назад Его, наверное, женщины крадут И как птенца за пазуху кладут А где же наши женщины дружок Когда вступаем мы на свой порог Они встречают нас и водят в дом А в нашем доме пахнет воровством А мы рукой на прошлое враньем А мы с надеждой в будущее свет А по полям жиреет враньем А по пятам война грохочет вслед И снова переуком сапоги И птицы ошалевые летят И женщины глядят из-под руки Затылки наши круглые глядят И женщины глядят из-под руки Затылки наши круглые глядят Вот с этой песней, друзья, я бы хотел поздравить вас С наступающим Днем Победы И, собственно, начать наше обсуждение С темы, как праздновают Празднуют День Победы и праздновали ранее При этом я бы хотел Саша, а не смущается, что песня Эта же песня имеет еще и подтекст определенный Какой? Возникающий, но песня в свое время вызвала большущий скандал Какой скандал? Когда Акуджава впервые спел ее Исполнил, по-моему, в Доме кино он ее исполнял То из зала Раздались крики пошлость И он ушел со сцены в гневе Акуджава И после этого, по-моему, год или два Его вообще не допускали никуда Потому что в понятиях того времени Когда эта песня была написана Так о войне писать было нельзя Но я просто говорю, что это Только парадные варианты предусматриваются Да, я с вами согласен Тема Победы, Великой Отечественной войны Она такая, достаточно болезненная Мы обсуждали с вами до эфира О том, что очень многие вещи Не принято говорить Или непонятно, как говорить По крайней мере, мне непонятно Я юрист, не знаю, я не историк Но сегодня хотелось бы поговорить Начать обсуждение именно с вопроса Как праздновали День Победы Я бы хотел, чтобы было четко понятно И зрителям, и гостям Что были некие периоды празднования До 65-го года, когда не проходили парады Но праздновались с 65-го года Когда стали проводить парады И это стал выходной день И вот все стало намного торжественней Ну и годы независимости в Украине и в России И поговорить о праздновании Не просто как о праздновании О праздновании как символ Скажем так, отношения к ветеранам Израил Зинович, скажите Вы помните, как происходило Тогда, до 65-го года празднования Как происходило после 65-го Ну, разве можно это забыть Те, кто прошел Особенно начиная с Сталинграда войну Это каждый миллиметр Каждый шаг помнится До самой смерти Как праздновали Я вам должен сказать, что Мое поколение чувствовало войну А то поколение, которое уже сейчас пришло Оно знает о войне намного больше Чем мы тогда знали Мы ее не знали Понимаете? Мы знали, что надо убить Это все Убить для того, чтобы он тебя не убил Это, вот это было первое, что нами двигало Войны свои законы есть Которые не переступишь А праздновать Ну, сразу после войны Практически ни одна семья Не была затронута ей Еще были свежие, да, воспоминания Но день 9-го Это был святой день Я помню, в Одессе все замирало В этот день И куда ни зайдешь Слезы, слезы, слезы Несчастье Мы его Мы пережили ее, я повторяю Ну, как она происходила Закулисный А война без этого не бывает? Только сейчас мы начинаем понимать это Мне 90 лет, вы знаете Я с удивлением Я веду дневник Новое, что я узнаю о войне Это какой-то ужас Вы знаете Мы этого не знали Не могли знать Не потому, что там тайны какие-то Просто нам не до этого было Мы после войны знали одно Надо пережить Пережить голод, холод Несчастье Пережить этим Бесконечные могилы Вот, пожалуй, вот это А как Подскажите, а как Относились к ветеранам Вот сразу после военное время До 65-го Там Были какие-то Вы знаете К инвалидам Полным инвалидам Очень много было слепых Глухих С пониманием Относились Я помню Вы знаете Я после войны Я пришел в 46-м году И я У меня было две контузии И я заикался Вы знаете Чтобы кто-то заметил Это заикание Как будто нормально говорит Понимаете Это воспринималось Как Естественно Как царапина Какая-то А вообще Я не хотел бы Чтобы вы видели Если бы можно было Снять Одессу 46-го 47-го года Вы были бы Потрясены Ну Такое впечатление Что Поперебивали Всех Мужиков Это Во всех отношениях Ну и Конечно И бандитизм был Все было Да Были ли какие-то льготы Поступления Квартиры Может быть что-то такое Как относилась власть Я этого не помню Я когда пришел с войны Первое За что я взялся Это надо было Закончить Учебу Я учился На кого учились На юрфак Пошел Сразу Юрист Да Это первый выпуск Я ваш коллега Да И Было набрано 138 Нас Человек Из них 27 Это были дети Те Кто из школы Остальные Это фронтовики Были Это первый Наш набор С нами очень трудно было Говорить Когда Мы Вы знаете Мы не терпели фальши Это потом уже Как-то приспособились Да Но Сразу Было разделение Уже С 47 Года Началось Это Еврей Это Русский Это Украинец Если он Запада Значит Это Националист Ну Кое-какие основания Были Конечно Для этого Но Мы Старались Не Входить В эти В эти Перепетии Здравствуйте Неизвежны Были Скажите А вы помните Первый парад Не помню Не помню 65 Вот в те годы Не помню Хорошо Я у меня только Склонность смотреть Там где танки Я сам танкистом был Я доверименно Я был переводчиком Я до войны Жил среди немцев И Когда Попал под Сталинград Это В начале В июне 42 года Это первое Что сделали А я был командиром Башни КВ-1 Клим Ворошил АВ-1 Да Ну что Непробиваемая машина Была Непробиваемая И первое На что Обратили внимание Не было Переводчиков Всех Переводчиков Немцев Выслали На лесопвал Немцы Повал же Я имею ввиду И Я вынужден Был Это ужасно Допрашивать Человека Который Верит Что он Что он Разговаривает Уже с трупом А они Нас считали Уже Мертвецами Понимаете Если я вам Расскажу Просто не поверите Как это было Скажите А когда Вы говорите Что вы когда-то Почувствовали фальшь И уже к ней Привыкли После войны Когда почувствовали Фальшь Или Было ли Такое Да было Было В 1953 Году Я вам Скажу В конце Февраля В конце Это 28 Я был Арестован Я работал Преподавал В 14 Школе Никополя Город Никополь И К этому Времени Уже Вы знаете Чудовищно Произошло Вы С Москвы Пришли Задание План На На яйца Там На 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 хлеб На Шпионов И На Шпионов Ну Кто Может быть Шпионом Конечно Тот Кто Садвера Может быть Тот Кто Допрашивал Тот Кто Знает А я Я Хорошо Познал Эту Братью Меня В лагеря Посылали Во время В самом Конце Войны Чтобы Вылавливать Наиболее Таких Ярых Вы знаете И Мне Предъявили Обвинение 58 А Это Связь С Антисоветским С Абвером Да Мне Еще Не Хватало Абвера Слушайте Но Я Не Подписал Девять Дней Меня Избивали А Я Не Подписал Главное Надо Было Расписку Дать А Как Только Будет Расписка Тут Идет Расход И Галочка Еще Один Шпион Разоблачен А Мне Нечего Было Терять Понимаете Я Хоть и Заикался Сейчас Это Уже Не Чувствуется Меня Вот Врачи Здорово Лечили Много Лет Да Тогда Это Было Ужасно Учитель Из Меня Тоже Конечно Поганый Что за Заика И Тем Не Менее Да Я Вышел Из Тюрьмы Из Вы Знаете Вышел Чудом Не Было Какой Обиды Нет Какого-то Когда мне Предложили Уехать Потом В Израиль Когда Открыли Ворота Я Не Уехал Потому Что Я Стал По-настоящему Я полюбил Эту землю На Которой Я Был По-настоящему Ничего Меня Уже Ничем Нельзя Было Оторвать А Парады Я На Парады Не Хожу В этот День Я Даже Ордена Не Одеваю Это Сегодня Вы Меня Застали В Рослов Завтра Я Должен Буду Идти Пойду К Памятнику Да Обязательно И Помяну Мой Экипаж Который Сгорел В 42 Ночь На 16 Сентября Это Когда Немцы Прорвались В Центр Города Там Машина Наша Сгорела Израил Зинович Вы У нас На Таком Почетном Месте У нас Здесь Обычно Сидят Эксперты Поэтому У вас Право Перебивать Любого Человека В любой Момент Вы можете Вставлять Свои Комментарии Свою Оценку И так Договорились Так что Вы пользуйтесь Своим правом Вы даете Опасное Право Мы будем Обсуждать Так или Иначе Темы В которых Мне кажется Вы понимаете Знаете Гораздо Больше Чем я А может быть И все Присутствующие Поэтому Вы говорите Если что Хорошо Николай Вы у нас Такой Историк Или Скажем Связанный С Историей Человек И Еще Одна Важная Тема Для Понимания Войны Это Источники По которым Мы сейчас Узнаем Некие Новые Факты Или вообще Просто Факты О войне Может быть Учебники Научные Работы Насколько Вы оцениваете Их Адекватность Правильность Правдивость Ну Поскольку Мы говорим О Дне Победы Я не знаю Каких-то Источников Которые В принципе Могут Опровергать То что Война Закончилась 9 мая Или 8 мая Как по Западному По западной Традиции Хотя В принципе Да На некоторых Очагах Скажем так Боевых действий Бои шли Еще до Середины Мая Чуть ли не До конца Мая Когда уже Все Ну Оружие Было сложено В Берлине Но какие-то Там Отдельные Гарнизоны На каких-то Отдельных Захваченных Островах Там Рядом С Францией Например Либо Там В лесах Германии Еще продолжали Отчаянно Сражаться Надеясь На что-то Ну А если Общую Какую-то Давать Картину Источников То Ну Последние 20 лет Вот Как Говорил Предыдущий Наш Спикер Действительно Были подняты Очень многие Документы Из российских Архивов В первую очередь Которые Ну Тогда был Такой Перестроечной Гласности Когда Большой Очень И Такой Провокационный Массив Всех Архивов Там Материалов Архивных Был Просто так Вытащен Наружу И это Провокационный Николай Это интересная Мысль Ну Я говорю Я говорю о том Что оно Очень Так В одночасье Сломало Какого-то Устоявшегося В советской Историографии Понимания И видения Великой Отечественной Войны Второй мировой войны Причин ее начала И так далее Вот То есть Ну Был поднят Пакт У Молотова-Риббентропа И все остальное Которое Заставило Очень серьезно Сомневаться Вообще В том Какую роль Несла Нес Советский Союз В этой войне Кстати Про вот это Секретное приложение К пакту Молотова-Риббентропа Очень Такая Он же фактически Не был обнародован сам по себе Была обнародована Только заметка О том Что он заключен Был заключен Сам по себе Текст обнародован Не был И насколько я знаю Российские архивы Сейчас Неохотно Расстаются С секретным статусом Этих документов И не открывают Этих архивов Ну Я не знаю С чем там Можно расставаться Потому что В принципе В конце 80-х Все уже было Поднято наружу Но во всяком случае Вот эта Одна бумага С подписью Молотова-Риббентропа А позже Сталина Еще Когда он Расписался на карте Передела Польши Она Есть И Как бы Спорить там уже Не с чем Я Это отдельная Тема для разговора Это Как это трактовать Дальше И что с этим делать Там Стоит ли Как-то абсолютно Так Ну Скажем так Ну Услышал Это И сразу в ответ Начинаешь кричать Что Вот я же вам говорил Что Советский Союз Был агрессором А можно Как-то более Кричать Да На подобные темы А можно Как-то Более Вдумчиво Наверное Какой-то анализ Проводить все-таки Ну По поводу Вообще Если рассматривать Общим Общую картину По источникам То конечно же Это Очень большой Там Пласт Такой широкий Мемуарных Материалов Как Советских Генералов Военачальников А потом уже И солдат И младших офицеров То есть Как говорится Есть такая фраза Что Чем дальше от войны Тем меньше Чин Солдатов Которые Ну Чи мемуары Публикуются То есть Первые годы Сначала конечно же Идут генералы Там Фельдмаршалы А потом уже Лет через 50 Добираются до рядовых солдат Которым тоже есть Тут просто возразить Николай Вот я хочу возразить Потому что Вот я недавно Прочитал книжку Сержанта Немецкого Немецкого танкиста О войне И я хочу сказать Что его мемуары Были мне гораздо Интереснее Чем мемуары Военачальников Немецких Потому что Он рассказывает О быте О мелочах Которых Ну трудно найти В больших книгах А эти мелочи Очень 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 Не очень Важны И очень Интересны Поэтому Я не вижу Ничего плохого О том что Публиковались Мемуары Проблема в другом Что Львиная доля Мемуаров Которые у нас Публиковались Они все делались В то время Когда Все мемуары Проходили Через Утверждение Цензурных органов И соответственно Очень многие вещи Которые Трактуются По разному Или достаточно Сложные Они Просто Изымались Из книг И случайно У Суворова Есть упоминание О том что Есть мемуары Военачальников Сделанные Напечатанные Для широким тиражом А есть мемуары Военачальников Напечатанные Для Академии Имени Фрунзе Хотя уже Столько лет прошло Можно было бы Их опубликовать Тоже Которые делались Для Академии Фрунзе Ну в принципе Это делалось С обоих сторон По поводу Публикации Мемуаров Потому что У немцев Тоже это Очень широко Распространялось Ну то есть У американцев Потому что Когда на Американской зоне Окупации Германии Да Все эти Военачальники Немецкие Попали в плен Их распределяли По так называемым Информационным Огерям В которых Ну У них была Довольно уютная камера Им говорили Вот ваш Стол Ручка И стопка бумаги Теперь сидите Там у вас есть Полгода Год заключения Вы должны нам Выдать том Своих воспоминаний Войны на Восточном фронте То есть Это все делалось Наверное С каким-то Очень Серьезным Ну как сказать С перспективой На то Что рано или поздно США и союзникам Западным Придется воевать СССР Уже в условиях Это уже Это уже Такая красивая Ну В любом случае Давайте согласимся Что вокруг И самой войны И победы Очень много мифов И домыслов И наверняка До сих пор Еще очень много Каких-то информационных Таких вирусов И неправдивостей К сожалению Не публикованы Немецкие архивы Если я Если верить Марку Солонину Немецкие архивы Полностью публикованы Вот А Что касается Наших архивов Что с этим проблемам Как зовут нашего гостя У нас еще один гость В студии Проходи Иди к маме Как захочет Саша Иди Саша Садись Его зовут Саша Садись Все Садись Ты не будешь Как зовут гостя Саша Гостя зовут Саша Все Понятно Гость много знает Про Вторую мировую Или гости Гость много знает Да? Да По каким источникам Знает он Гость С самого своего детства Ездит со своей мамой Вот И помогает Помогать ветерану Гость С самого рождения Ездит на Аллею Славы И Учит военные песни Если бы он был в другом настроении Он даже спел бы вам песню О Дне Победы Он ее знает И поет Вы знаете Можно добавить Конечно Сразу после войны В Магдебурге Я там Наш полк стоял Танковый полк стоял В районе Гютерглюка Около Магдебурга Мне Еще одному переводчику Было поручено Разобраться с бумагами К Танкового училища Немецкого Как их готовили Дело в том Что Мы теряли Примерно Три-четыре машины На одну немецкую Это И в начале войны И даже Когда появились Вот эти ЕС Все равно То же самое было Вы знаете И В этих бумагах Когда мы Мы Точно сделали Анализ Что подготовка Танкистов У них была Совершенно Рациональная Они не брали Туда тот Кто Только Был призван Тот Кто Добровольцы шли Они же в танковых войсках Добровольцы Желательно Чтобы это был Артиллерист Раненый был И поэтому У них потери Очень маленькие были В танковых войсках А у нас Три-четыре раза больше Это первая беда Ну а самая большая беда Которой Немцы Хихикают Да Использование Танковых Наших Даже От целых армий Это было Настолько Иногда Безграмотно Причем До Самого Конца Войны Мы На минутку Прервемся У нас Пауза Сразу После паузы Мы вернемся К обсуждению Этой темы Здравствуйте Это другая политика На телеканале Новая Одесса Сегодня мы Напоминаю Сегодня мы обсуждаем Тему Великой Отечественной войны Второй мировой войны Даже Больше Жизнь После Этих Событий В Советском Союзе Вот уже В независимой Украине Одессе Может быть Независимой Российской Федерации Мы До перерыва Поговорили Об источниках О которых Мы сейчас По которым Мы сейчас Знаем О войне О Скажем Сразу Послевоенном Периоде Мне бы Хотелось Сейчас Все же Вернуться К первоначальному Вопросу Как Отмечали День Победы В разные Периоды Леонид Исаакович Может быть Вы Я не Настолько Стар Чтобы Помнить Как Отмечали День Победы До 65 Года Для Меня Этот Праздник Почти Всегда Это Было Парадом Победы Для Меня Этот Праздник Всегда Был Сложно Было К нему Отношение Всегда Очень Давно Скажем Так Где-то Наверное С 17 18 лет Сложное Было Отношение К нему Вот Я Просто Помню Вот Для меня Мне кажется Очень важным Хотя Я не знаю Насколько Это будет Интересно Собравшимся Но Для меня Вот Очень Важным Было То Как В Литературе Вообще В художественной Литературе В советской Писали О войне Это Вообще Очень Интересно Значит Литература 50-х Годов Это Была Литература Тех Людей Которые Прошли Войну И Герои Этих Рассказов Они Оставались В основном Живы То есть Погибали Люди Но Они Оставались Живы И В 60-е Годы Вот Когда Появляются 50-е Я имею ввиду Повести Бондарева Того же 50-х Годов А потом 60-е Когда Появляется Василь Быков Вот Я думаю Что Одновременно Произошла Очень Такая Странная Вечь С одной Стороны Стали Отмечать Праздник 9-е Мая Ну так Помпезно Да А с другой Стороны В литературе Появляется Тема Погибающих Вот Та Литература Которая Пришла В Советском Союзе После 66-67 Года Это В основном Была Литература Тех Кто Погиб То Есть Уже Главные Герои В романах Они Погибают Вот Очень Хорошо Это Видно По знаменитой Трилогии Симонова Живые Мертвые В первой Книге Главные Герои Через Страшную Кровь И Жуть Они Проходят И Учатся Бить Фашистов Во второй Книге Солдатами Не рождаются Написанные В годы Во время 22-го Съезда Это В общем-то Ну О Сталине Книга О том О ком он относился Но и о том Как люди побеждают На войне Ранят Тяжелые Ранят Сенцов Главный герой Его руку Отрывает Но люди Воюют Они Выживают На войне А вот Третья книга Я сейчас не помню Как она называется Когда погибает Серпилин Один из главных героев Этой книги С 68-го Или 67-го года Его смерть Как бы случайная Вообще Разрывается Снаряд Далеко от линии Фронта И с осколком Его единственного Из машины Убивает Совершенно случайно Но это вообще Очень символично У нас К сожалению У меня ощущение Что это не случайно было Это было какое-то Такое Поветрие Не могу сказать Что там ЦК КПСС Дал его распоряжение Чтобы герои погибали Но вот ощущение появляется Начинается празднование 9-го мая И в литературе Все больше появляется Книг о том Как погибли Ну а 70-е годы Это вообще То есть все главные герои В вещах В книгах Они все погибают У Васильева Это же самое У Бориса Васильева То есть Его Вот этот знаменитый В списках не значится Страшнейшая Сочная книга Она была написана В 70-е А Пятница Которая есть Хоть какой-то свет Но есть Она была написана В начале 60-х годов То есть Вот Как бы это может быть Я не могу говорить О том Как праздновали Но как вот сыграл Вот эта дата Когда стали впервые Отмечать 9-е мая Как торжественный Помпезный праздник Она в какой-то степени Стала переломным В отражении нашей жизни Которым было Кино и литература Произошел перелом То есть Литература Книги и искусство О тех кто выжил Перешло в книги Искусство О тех кто погиб Екатерина Скажите Вам Как вы думаете Почему О Израильзович Не надо О Это очень сложная тема Потому что К этому времени Большинство Участников Я понимаю Но дело в том Что Это Здесь Не только Это связано С этим Я думаю Не только С этим связано Это Это очень сложно Я не беру Сейчас говорить Это сложная тема Это связано И с Чехословакскими Событиями Вот это Я уверен Что это связано С этим тоже Потому что Это вещи Они пересекаются На самом деле Если по большому счету В СССР Ничего не бывало Оторванного Друг от друга И празднование Парада В Москве Помпезного 9 мая И ввод войск В Чехословакию Это вещи Взаимосвязанные Это мое мнение Я не пытаюсь Никого там убедить В любом случае Это отображение Одних процессов Да Но это Я говорю Это не касается Темы Это просто Екатерина Вам скажите Не Не страшно Не боязно Что Александр Ходит И видит Некие ужасы Ну и так далее Войны Или не видит А слышит Ну вы знаете Мне не страшно Я хотела немножко Еще добавить По поводу празднования Как-то все это Не с той точки зрения Обсуждается Потому что Ну все равно Нужно думать О стране в целом И о поколении Которое растет Ну я родилась В Союзе еще Там Застала чуть-чуть Вот И я понимаю Почему То есть мой дед Тоже не ходил На парад Он Для него Это было Наверное Больно И он не ходил Но в семье У нас Это всегда был праздник Бабушка накрывала На стол Всегда белая скатерть Нас с детства Всегда водили На парад Обязательно То есть Это было Ну Я всю жизнь Ходила на парад И когда у меня Появился сын Я тоже стала Его водить Я считаю Что это важно Не так важно Как это отображено Там в литературе Какой политический Почему это важно Потому что Это все равно Огромный подвиг Вот этих людей Это огромный Они не должны знать Кто раньше Накалу Поколение должно знать Вы знаете Я вот Сашу Стала возить с собой Когда мы занялись Помощью ветеранов Я его сначала Брала с собой И в прошлом году У нас случилась Ужасная история Я буквально В двух словах Расскажу Мы шли с ним По Лонжероновской И там Где сейчас Центр информации Между Пушкинской И Озеоперного Да Там подвал И за решетчатые окна Очень страшные Такие Не отремонтированные И вот мы проходили с ним И вдруг Он был такой Солнечный день Он веселый Скакал И вдруг он мне говорит Обращая мое внимание На эти окна Он говорит О, мама А здесь тоже живут ветераны Я клянусь вам Было именно так После этого Я приехала И сказала Я больше его возить С собой не буду Пусть у него Это в памяти Останется Ну Вот так Как это было у меня Как нечто светлое Как у меня это было До позапрошлого года Когда я столкнулась Совсем с другими реалями То есть С какими реалями Ну с тем Что происходит сейчас У нас в стране По отношению к ветеранам Вот Льготы Ну тема Ну тема передачи Вот льготы Если говорить о льготах То ниже Пенсии Выплат ветеранам Чем в Украине Нет ни в единой стране Вообще Каким-либо боком Задействованной В этой В этой страшной войне То есть У нас Самый Самый низкий уровень Выплат И пенсионных И ежемесячных И выплат праздничных И выплат инвалидам И так далее Вот Единственное По-моему Чехия Где Их не считают Вообще ветеранами У них там только Бесплатный проезд В метро Кажется есть Все остальные Даже в России Средние выплаты 6 тысяч гривен 7 тысяч гривен А у нас какие У нас У нас Очень низкие То есть Инвалиды получают Выше Там До По-моему До 2 тысяч 1800 А Участники войны 1100 Ну это Ну Это нищенская Нищенская плата Это просто подачка Мне кажется Людям Которые вытащили На своих плечах Ведь даже не только Те кто воевали А те кто трудился Как бы на заводах Кто поднимал Эти заводы И Ну в общем Расскажите о том Что вы делаете сейчас В общем Это произошло случайно И честно говоря Сейчас я даже Немножко Если можно так сказать Жалею об этом Потому что Моя картина Мира Пошатнулась Вот касательно Раньше для меня Это был праздник Вот Вплоть до того Что Ну я очень люблю Военные песни Мы всегда пели песни Всегда праздновали Мой дед Был подполковником Кавалерии Помощником Жукова В Одессе Вот Вот Нажевников Александр Назван в его честь Причем фамилию Я ему дала Несмотря на протест Чтобы продолжить Фамилию Военную И для меня Это было всегда Ну это самый Главный праздник Был для меня А вот когда Полтора года Года полтора назад Мы собирали этот список И начали ездить И дальше Это все Уже развилось В очень Такую Как бы Ну не знаю Мощную систему Но мы стараемся То есть мы Некоторых ветеранов Ежемесячно поддерживаем Где совсем тяжелая ситуация Кому-то Два-три раза в год Кому-то То есть в прошлом году Там допустим Благодаря людям с форума То есть нам дают деньги Мы купили Крупную технику Телевизоры Холодильники Нескольким ветеранам Поставили слуховые аппараты Ну То есть продукты Само собой Помощь Само собой В плане Помочь по хозяйству Екатерина А вам не кажется Что Вот эти Я может быть Сейчас буду не очень корректен Да Если что Вы мне скажите Я как-то Сложная тема Что вот эти показные Бигборды Мы помним Мы гордимся Вот вам Прямо я вас сразу Передаю Какая-то ложь И фальшь В прошлом 9 мая Я приехала У нас все это есть В принципе Задокументировано на форуме Наша переписка Мы общаемся Я 9 мая Поздравляла Ветерана Смирнова К сожалению Он уже нас покинул К сожалению Вот на тот момент Он еще был жив В прошлом году И я приехала Тогда получилось Что списки у нас Все время пополняют А кстати о списках Немножко отвлекусь Мы с большим трудом Получаем списки Почему Я не знаю почему Видимо потому что Они хотят Хотят оставить картинку Создать впечатление Чиновники Да То есть Выпросить списки Это Вот буквально Недавно Я в ЖЭКе Пытаюсь Найти выход На социальных работников Потому что Очень часто Нам сложно Мы допустим Получаем списки Но приходя в дом К ветерану Сейчас такое положение Я понимаю их То есть Приходит какая-то девочка И начинает Просто мы даже не можем Объяснить кто мы Потому что Я начинаю проводить налоги С Тимуром Его командой Ну хоть как-то Чтобы приблизить То есть мы не организация Мы никто И многие нам не открывают Нам очень удобно Ходить с соцработниками С нами ходить не хотят Скажите вот так Чтобы понять А по вашим данным Сколько сейчас ветеранов В Одессе Ну в Одессе Ну у меня лично На руках Списки Вот сейчас Я разжилась Буквально за несколько дней Сейчас я вам скажу К сожалению Не взяла цифры Несколько тысяч Ну да Ну конечно Мы это не можем охватить То есть Ну это невозможно Что за историю Да Про Смирнова Так вот Когда я приехала к нему И я его поздравила К сожалению Поздравила его Это громко сказано Потому что на тот момент Он находился В очень тяжелой болезни Под морфием Но когда я туда зашла В дверях Ветерана Смирнова Я не буду имя отчества Говорить У нас шесть ветеранов Смирновых Просто что Это не совсем корректно Ну вот Торчала Рекламная Не знаю как сказать Газетка Вот Поздравления ветеранов С Днем Победы От наших чиновников Опять же Не буду говорить От кого Это не имеет значения Потому что По дороге были Билбикборды Другого и того И третьего и десятого Вот я зашла туда Чтобы вы понимали Это квартира Хрущевка 34 метра квадратных Значит Он был командующим Артиллерийской Взвода Или Двое сыновей Летчики Сыновья Один погиб Над Чернобылем Лучевая болезнь Значит Дошел до Берлина Вся грудь в орденах У нас есть фотографии Все Он лежал Я не могу вам передать Вообще Вышла его жена Она участвовала В обороне Сталинграда Она копала траншеи Она была молодой девочкой И копала траншеи Руки у нее были Я не утрирую Вот так Скручены Красные Потому что Жена Смирнова Он лежачий Больной И вы понимаете С чем это связано У них не было Даже стиральной машины И вот это Девятое мая Цветы Кого-то они Ну это страшно Мы поставили машинку стиральную Мы купили Сделали газовую плиту В общем Все что мы могли Мы как бы сделали Но к сожалению Он скончался в жутких мучениях В нечеловеческих условиях Человек Который отдал этой стране Все И таких историй Ну вот Я могу вам читать И читать И перелистывать И перелистывать Очень мало ветеранов Чтобы мы приезжали Ну У кого есть семьи Конечно Тем проще Вот Очень мало ветеранов Чтобы мы приехали Вздохнули И сказали Ну слава Богу Мы можем ехать И быть спокойными Я немножко отступлю От роли ведущего Где-то несколько лет назад Я тоже побывал У ветерана Человек Я уже не помню Имени, фамилия Человек Жил А может и до сих пор живет Я передал В соответствующие органы Информацию В однокомнатной квартире Где Вообще по идее У этих людей Да Стопроцентные льготы На все выплаты Вы знаете Что сейчас льготы На электричество Отменили ветерану У меня просто Облэнергия Да Да Отменили Ну В любом случае В тот момент Каким-то искусственным образом Этому человеку Ветерану Который живет сам Начислялись некие штрафы Потом на него пеню И потом Человеку Поотключали все При этом Почему штрафы Откуда они взялись Разобраться невозможно Оно все потеряно В годах В бумажках Которые естественно Человек в таком возрасте Не хранит Ну и для меня Это какой-то У нас страна На самом деле Это какой-то Ну Замкнутый круг Это Я бы сказала Из детской тематики Страна дураков Ну без обид Но как бы Кривых зеркал Да Кривых зеркал Скорее Вы правы Действительно Вот льготы По поводу Слуховых аппаратов Тоже в прошлом году Мы столкнулись С этим Ветеранам Положены Бесплатные Слуховые аппараты Для этого Нужно взять ветерана Отвезти его Независимо от того Есть у него Родственники Машина Мы его должны Транспортировать В областную больницу На поселке Котовского Что уже само по себе Очень сложно Там ему проводят Обследование Выписывают Соответствующий аппарат С этой справкой Мы должны поехать На Льва Толстого В медтехнику Выписать соответствующий Получить ценник И на Льва Толстого Получить деньги На этот аппарат Это все с ветераном Можно без ветерана Главное его Доставить до врача Можно дальше Уже это делать Без ветерана Но И Вот это Заведение На Льва Толстого Оно компенсирует Стоимость аппарата Вот мы столкнулись С этим в прошлом году Когда мы приехали И попросили Компенсировать Нам сказали Ну как бы да Положено Но денег нет Ждите Сколько ждать До трех месяцев Мы плюнули И купили аппарат Аппараты действительно дорогие Они стоят до 2000 гривен Потому что уже возраст такой Что дешевые Им не подходят Они не слышат Наш ветеран Умер через три месяца То есть Если бы мы ждали Ну вот так совпало Ну хотя бы три месяца Вы знаете Если бы вы видели их Когда мы им ставили Эти аппараты Ну не совсем Ну это Это ужасно все Я вот Я честно вам скажу Я жалею Моя любовь К этому празднику Пошатнулась Очень сильно От того Что происходит У нас в стране Вот еще я хотела Пришла на передачу Как бы тоже попросить помощи Мы вот буквально сейчас Нашли Во-первых скажите Где вас найти И как Нас найти можно На Одесском форуме У нас теперь там есть Своя тема Сверху справа Какой-то баннер Нас вынесли Даже в красную строку Спасибо модераторам форума Нас вынесли в красную строку Окажите помощь Ветеранам Великой Отечественной войны Вот Я курирую эту тему Мои телефоны На первой странице У нас много волонтеров По всем районам То есть Может человек Обратиться Как бы к любому волонтеру Приветствуется любая помощь Финансовая Продукты Помощь По хозяйству Очень важна помощь Просто пообщаться У нас есть Одинокие ветераны Это пласт истории То есть Они хотят говорить У них есть фотографии У них есть воспоминания Они хотят говорить Им говорить не с кем Потому что К сожалению Очень многим сейчас Это вообще не интересно К сожалению В общем Уважаемые телезрители Если вы хотите Как-то помочь Ветеранам В любой форме Не обязательно Даже деньгами Не обязательно Но и деньгами Конечно Тоже приветствуются Ветеран Ветеран Своей ненависти Ветеранам Ветеранам Ясно 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 Что вот Привкус того Что Мы прощаемся С поколением Войны Я вчера Это неизбежно Это неизбежно Это неизбежно Но мне 90 лет Вы понимаете Что вы можете Я же работаю Еще как работаю Вкалываю Сколько детей Я сейчас Вот спасаю Легосинии Сколько людей Надо еще Обучить Чтению И У нас же Катастрофа Сейчас С чтением Учителя Будущие учителя Вот заканчивая Университеты Наши Они считать Не умеют А мы-то Это чувствуем И то Что Да Критикуют Нас Говорят Что Это рано Это не рано Это уже поздно Это в другой В другой передаче Будем об этом говорить Это очень серьезная тема Но просто действительно Это как бы Немножко другое Как вы считаете Забота государства Украинского О ветеранах Войны Она достаточна? Нет Формальное все 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 формальное Да Вот звонят Из Ну как у вас Из Я прикреплен 14-й Поликлиники Я туда уже Почти два года Не хожу Потому что Когда я приду Это часа два Надо выстоять Там Там меня не примут И когда я отказался От врача Там Ну у меня есть право Выбирать врача Там поднялся Такой скандал Что Да Что я совершил Преступление И я решил Вообще Туда не ходить Все Все преобразования Медицины Вы понимаете Их нужно Немедленно Делать И в первую очередь Обращать внимание На ветеранов Им же 87-92 Это предел уже Мы дальше Не можем Вы знаете Да И мы же просить Не можем Уже Мы не можем Умолять Это я еще Хожу Кричу И Доказываю А большинство Наших уже Не могут Я могу Одно сказать Вот участников Уличных боев Сейчас в Одессе Пять лет назад Нас было Восемь Девять человек Участников Уличных боев В Сталинграде Сейчас Я остался В одиночестве Один Я не знаю кто Мы Группировались Помогали Друг другу Все-таки Это особая Особая часть Нашей армии Которая Прошла Эту Страшнейшую Молотилку Потом Их окружили Немцы Там Участвовали Миллионы людей Но Тот Кто участвовал На баррикадах Вот Красный Октябрь На заводах Да А мы же Там были Господи Мы же Мы же Душили Друг друга И я Когда об этом Рассказывал В Германии Сталинградцам Они Не отворачивались Они Знаете Совсем иначе Смотрят на нас Мы для них Не враги Вот то поколение Понимаете Понятно Спасибо Трудно Об этом Говорит Я думаю Что Мне Здесь Как бы Выступить В какой-то степени В защиту Выступить В защиту Кого Вот сейчас Дело в том Что это не является Проблемой только ветеранов Защита государства Да Это проблема Только ветеранов Это проблема Вообще Отношение К пожилым людям У нас Такое Что Ну Жить Вот если не можешь Что не хочется Это Страшная Совершенная ситуация То есть Это сфера Которую вообще У нас не принято говорить Что происходит С теми Которые становятся лежачими Если у них Есть деньги Нанимать Тех Кого Кто за ними Снимет А если нет денег Нанимать Которые следят Это Дело в том Что Вот В нашей жизни Леонид Исаакович Ну согласитесь Что Наше государство Наши политики Декларируют Ветеранов Как Отдельную Привилегированную Категорию Я согласен Саша Но тут есть Одна очень серьезная проблема Понимаете В чем дело Вот Отношение Вот я хочу сказать Что Мы говорим ветераны Ведь то Что творилось Допустим В тылу На заводах Это Это же было Ну это было Это была не смерть Как на фронте Это была тоже каторга На самом деле Вот я смотрел Английский Англичане Сделали Серию фильмов О том Как жил английский тыл Во время войны Подробные изучения Я например Тут узнал Совершенно поразительные вещи Что во время войны В обязательном порядке Те кто не шел на фронт Должны были лети на шахту А если не шел на шахту То отправляли в тюрьму Очень жестко было Тогда Обязательно Люди направлялись В деревню Где они работали На сельском хозяйстве То есть был Принудительный труд Но англичане Не боятся Рассказывать об этом Про то Как ели люди Потому что Нет стыда За то Что делается сейчас Поедть к этим людям А мы же Ничего об этом Не говорим Потому что Если бы люди Узнали О том Как жил тыл Тут страшное Состояние Тела То Тогда бы схватились Загуба Как эти люди Живут сейчас Это ведь страшно То есть на самом деле Те кто в тылу Пережили войну Они Жили В совершенно Жутчайших условиях Но сейчас они живут Я думаю Ну Может быть даже И не лучше Чем тогда То есть на самом деле Ситуация с ветеранами Является просто Вершиной Айсберга Отношения К тем Как живут пожилые люди Вообще к людям Мне кажется В этом государстве Но просто пока Человек может о себе заботиться Пока он способен Сам о себе заботиться Он этого не чувствует С этим нельзя Не согласиться Он прав Совершенно прав Когда человек Оказывается А они же все уже Пожилые люди Очень пожилые И очень часто Они не могут о себе заботиться Все Это катастрофа Это просто катастрофа Это жутчай У нас Даже чиновничая система Бюрократия Для того чтобы собрать справки Для получения слухового аппарата Либо чего угодно Это человек Даже Скажем В трезвом уме Он Не очень способен Это все проделать А человек в возрасте Для него это вообще Это вообще пытка Это просто пытка Отстой в очередях В каких-то темных закоулках В каких-то тесных Ушных коридорах И так далее Но в любом случае Мы поговорим Об этом нужно говорить И нужно показывать Все эти случаи Максимально широко То есть то что они делают Просто замечательно Я слов нету И нужно об этом Максимально широко говорить Да Мы продолжим Говорить на эту тему Сразу после Рекламной паузы Здравствуйте Напоминаю В эфире Телекомпании Новая Одесса Проект Другая политика Сегодня мы обсуждаем Важную тему Вторая мировая война Великая отечественная война А даже Больше Жизнь после нее Давайте Вернемся К обсуждению Празднования Или Празднования Дня Победы Николай Скажите Ваше мнение По поводу того Что сейчас происходит Ну вот Только что мы Подняли Очень большую Печальную тему Того Как сейчас На старости лет Живут ветераны Участники Боевых действий Но Нужно Я так думаю Еще говорить о том Что Отмечание Дня Победы Является Каким-то Праздником Направленным Не только на Пожилое поколение Которое Это все пережило Государство Что наше Что Россия Многие страны Участники этой войны Позиционируют 9 мая В первую очередь Как такой мощный Какой-то Идеологический Ход Да Для формирования Следующих поколений И вот Вы в частности Тоже до рекламы Там была буквально Одна фраза о том Что когда Перед 9 мая Вывешиваются Рекламные билборды С поздравлениями Ну оно выглядит Как-то Немного Иногда фальшиво Да Ну Не в обиду Конечно Но не чувствуется За этим Вот за этим Надписью Там с 9 мая Какого-то искреннего Поздравления Скажем так Мы помним Мы гордимся Да Да Но это Замечательные лозунги Которые культивируются Наверное Вот С 65-го года И в принципе Время идет Время идет И вот Все вот эти Не самые приятные Проявления Этой большой системы Отмечения 9 мая Которых мы в частности Уже упоминали Мне кажется Являются вот Показателем того Что Может система Это устарела Может вот 50 лет идет А она в принципе Такая же На том же Каком-то Этапе Развития Который был введен В 65-м году Она не меняется Вместе с развитием Общества Скажем так Она не отвечает Каким-то возможно Каким-то современным Запросам Общества Я не говорю о том Что нужно переписывать Историю Я как бы Придерживаюсь Общепринятых Я так понимаю Среди всех Гостей Этой студии Исторических взглядов На великую отечественную войну Я не говорю Что нужно Там Ну ладно Но я говорю о том Что возможно Нужно что-то менять В самом праздновании 9 мая В первую очередь В отношении к этому Ну а например Ну Вопрос был поднят Смотрите Я хочу здесь Я прошу прощения Я просто хочу привести Это Я понимаю Что Моя собеседница Как бы иначе на это смотрит Нет-нет-нет Я наоборот Я просто хочу привести Давайте говорить Откровенно Ведь история праздника Почему Праздник 9 мая Вот так возносится Это все очень просто Дело в том Что В середине 90-х годов Где-то середина 90-х годов Стало Совершенно очевидным Что На выборы Ходит в основном Поживое поколение Пенсионеры И Вот С конца 90-х Сначала Нулевых годов Появляется Общий тренд На востоке А в Одессе Он просто уже Это вот Что Каждый Из Тех Кто представляет Власть в Одессе Старается Сделать Такие Я бы сказал Демагогические Потому что они Ничем не потребляются Физически Демагогические лозунги О поддержке Пенсионеров Пожилых людей И ветераны Как знамя Вот этих пенсионеров Которых поддерживают Которых мы любим Которых мы уважаем И так далее И вот Все сменяемые власти В Одессе Они примерно Делали одно и то же То есть они Громко заявляли О том Что вот они Ветеранов Песня о ветеранах Она ведь Шла непрерывно Вне зависимости от того Какие тренды Были в политической Власти в Одессе Независимо Даже от того Был ориентир На Россию Или антироссийские Был ориентир На Великую Отечественную Или на Вторую мировую войну Тренд был общий Потому что Тренд был рассчитан На то Чтобы пенсионеры Пришли И проголосовали За власть Придержащих Какую бы власть Не представляли То есть вот эти Электоральные тенденции Я абсолютно уверен Что за этим Потому что Абсолютно Не чувствуется Вот если человек Хочет действительно Заняться войной Он будет интересоваться Мелочью Вот то что было сказано Это вообще приговор На самом деле Есть люди Которые хотят Рассказать о войне Это же копейки Стоит власти Сделать проект Чтобы студенты И историки Прошли по этим людям Записали их воспоминания Это же стоит копейки Это элементарнейшая вещь Но ни у кого Даже близко Нет интереса к этому То есть одно дело Вывесить лозунг Которым Вот все А другое дело Просто понять Что на самом деле происходит Причем Вот я хочу заметить Что Это ведь не связано Именно с ветеранами В 90-е годы Начали давать деньги На то Чтобы публиковать Воспоминания репрессированных И были сделаны Некоторые проекты То же самое Вот то же самое То есть Есть вариант Того Как это можно сделать Был проект репрессированный Сделайте такой проект Вам Вы хотите о войне говорить Замечательно Есть люди живые Запишите их воспоминания И сдайте Какие проблемы Леонид Александрович И все присутствующие Вам не кажется Что это Ну Не выгодно Не интересно Потому что Гораздо интереснее Вот использовать Как Некий символ Такой Добрый Большой Воин Освободитель Пришел А это бытовуха Портит Я позволю не согласиться Нельзя все таки Убирать все билборды То есть Речь о том Конечно Когда допустим Некто Политик Свое лицо Публикует На фоне ветеранов И пишет Там Такой то сделал Это конечно Это не в какие Ворот Это стоит 500-600 долларов За такой билборд Насколько я знаю И лучше на это Действительно Но в общем Убирать это нельзя Ведь существует Все равно Ну кто-то смотрит Программы Кто-то читает Интернет Но Большое количество Людей Масса Людей Она все равно Дети должны Получать информацию Они ее не получают Сейчас И даже эти картинки Мы помним Мы гордимся Вот такие лозунги Мне кажется Они должны быть Я просто хочу сказать О том Что ну вот Раз какая-то работа Проводится Да Вот в течение Последних там лет Она же должна иметь Какой-то результат То есть все Там какие-то деньги Которые вкладываются Даже на эти самые Элементарные Да Мероприятия К 9 мая Они должны Там поселять В душах У молодого поколения Там уважение И все остальное Ну по-моему Мы видим Что Такой результат Достигается Далеко не всегда Что тоже является Ну показателем того Что возможно Система работает Как-то не так Ну вот Я на собственном Примере могу сказать Я В школьные годы Я учился в школе В которой Мне посчастливилось Учиться в школе В которой учился Маринеско Наш знаменитый Одесский подводник И каждый год Там два раза в год В одни и те же числа Когда там был День рождения Маринеско И перед 9 мая К нам приходили Ветераны-подводники Ну одинаковые Одни и те же люди Ну пожилые Я даже их знаю И одни и те же речи Нам говорили Ну возможно Меня там неправильно поймут Но когда я был В седьмом классе Мне это было ужасно скучно Я потом вырос Понял подвиг наших отцов Дедов и прадедов Сказал Да Он того заслуживал Я был юн И не понимал Хорошо Но мне вот Как подрастающему поколению На которое Вот эта работа Была направлена Мне было ужасно скучно Ну первый год Возможно Было интересно Потом когда оно Начало повторяться Это было ну Ну это Извечная проблема Но если этого не делать Это умрет само по себе Чем меньше ветеранов Остается А их становится Все меньше и меньше И придет момент Когда их не станет И если хоть этого не будет То не станет память Я позволю Не согласиться с вами По очень простой причине Дело в том Что я-то ведь помню Эту комсомольскую работу Я помню Вот все эти процедуры Проведение дискуссий И все прочее Я вот приведу один пример Который до сих пор Мне запомнился очень хорошо У нас в советское время Были обязательные политзанятия Я работал в КБ Мы работали очень много То есть у нас рабочий день Был до 7 часов вечера Обычные явления И в субботу выходили Но политзанятие Это святое И значит собирались На политзанятие Мы обязаны были присутствовать И вел политзанятие У нас там Ведущий конструктор Хороший ведущий конструктор Вот Но он был порторгом КБ И я на этом политзанятии Должен был в этом выступать Я ему сказал Что немецкая армия Была очень сильная Значит Ведущий конструктор ГИП Вернее Главный инфекретарь Он позеленел Покраснел Потом сказал Штекель Больше вы выступать Не будете На политзанятие Значит я Просто хочу сказать Что Вопрос в том Что Еще в советское время Мы говорили о том Что все эти формы Эти Партина ППР Партина 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 Основание В деталях Он Понимаете Патриотизм Это ничем Такое Высокое Если Вот Помните Этот фильм Песня Которая обожает Партина Партина Она совершенно точная С чего начинается Родина С картинки В родном букваре С хороших Верных товарищей Живучих С соседним А вы говорите А родина Должна начинаться С песни Давайте ими гордимся Да никогда В жизни Этого не будет То есть Если вы не будете Идти от деталей Вот И был жив Там Такой-то человек И он рассказывает О своей жизни Как он прожил это Вот если человек В это поверит Тогда это будет А если не поверит То не будет Это вообще Я думаю Что это должны Разрабатывать Какие-то люди Которые там Педагоги Или психолог Которые знают Как психологию ребенка Потому что я не думаю Что даже ребенку Вот Александру Было бы интересно Он сейчас не высидел бы Да он не высидел бы А вот если бы взять Танк КВ-1 И рассказать Что это действительно Для своего времени Потрясающий танк С непробиваемым лбом И с непробиваемыми бортами И что он там Не знаю Ну и так далее Тогда вот И дать поиграться К подобной модели Ведь сейчас в школах Они вообще Ну сейчас совершенно Это буквально там Полстраницы кажется Посвященная Великой Отечественной И молодец Вот у нас есть Один парень в команде Совершенно уникальный Ему 22 года Я сначала общалась С ним долгое время По телефону По голосу Как бы сложно Когда я вон попал Уже ну лично познакомиться Я была в шоке Я говорю Я не думала Что в таком возрасте Еще ну Их единицы Кто сейчас в 20 Там в 23 года Интересуется этими вопросами И хочет что-то делать Ну единицы То есть у них нет Ни информации А если есть К сожалению Я тоже читала Я отказываюсь Мне не хочется В это Ну то есть я понимаю Что это правда Но я не хочу Это запускать К себе По крайней мере Потому что для меня Это ну что-то больше Это часть моей семьи Это деды Все понятно Все понятно Да Но я понимаю А сейчас молодежь Она больше получает информацию Действительно читает И что И в результате Что мы получим Что это все было зря Она может Я бы здесь отделил Она может получить информацию Да Согласна Оно не получает Потому что Мне вот ощущение Что мы в свое время Искали информацию Гораздо больше Чем они сейчас Просто информацию Доносить в доступном виде И в интересном Для молодежи Виде Просто Я опять же Хотел бы вернуться К тому Что мы обсуждали Информация За которой Ничего Просто информация Этого очень мало Только Душа человека Должна стоять За этим должна стоять Душа человека За этим должна стоять Какая-то реальная работа Государственных Чиновничьих органов Всех этих Потому что Ложь и фальшь Детьми чувствуются Гораздо острее Мне кажется Ну а в принципе Мы наверное В конце все равно Возвращаемся к тому О чем говорили Что сейчас люди Озабочены выживанием И думать о том Ну многие Большинство Озабочены выживанием У них нет времени думать Вот даже мои друзья Когда я начала Рассказывать о ветеранах Ну никто Сначала Ну понятно Что они не то Что не верили Но были Были в шоке Были люди Как так Ведь вот Декларируются Льготы Ветераны Ну а что мы знаем О ветеранах В принципе Когда их Выводят уже К сожалению Выводят на парады Красиво В медалях Садят цветы И все На этом занавес Закрывается Больше никто О них ничего не знает И когда ты попадаешь Вот в эту кухню Изнутри То становится страшно И как в прошлом году Ветеранов на 411 батареи Подняли с первых рядов Чтобы посадить Там прибывших Каких-то гостей Випов Да Это Или вот 10 апреля Мы поехали На 411 батарею На Там проводилась Сценировка боя Да Проводилась Сценировка боя Как-то так Да Реконструкция Реконструкция боя Освобождение Одессы Ну это же просто позор Темень Абсолютно никакой организации Мы приехали с ребенком 9 часов вечера Ни одного фонаря Ни продуманно ни осветительных приборов Пришли Мы наконец доползли Ломая ноги Как на войне Там же еще вот такие Ну Обраги выбоины Мы доползли туда И попытались Вид стояло Вот так Г-образно Стояли Как забыла На стадионе Называются Трибуны Спасибо большое Да На трибуны не пускали На трибунах Как вы понимаете Сидели гости Випы Весь остальной люд К сожалению У меня очень плохой телефон Я не могла заснять Просто висели на дереве Люд в поле Кто мог залезть на дерево Тот сидел на дереве Кто не мог Ну Пытались посадить детей на плечи Пытались как-то подпрыгивать В общем Ушли Не солоно хлебавшие Они очень Мы их воспитываем С интересом Я тоже один раз там был Они ничего не увидели К сожалению Я тоже ничего не увидел Даже при том Что я чуть повыше Александра Ну вот О чем говорить Значит для кого это сделано Для детей Для людей Для кого Или поставить очередную галку Что Вот праздник освобождения Прошел Дайте выступить В защиту исторической реконструкции Только минутку Да Минутку Я могу сказать Что да Я тоже выступаю За здоровой критикой Нашей реконструкции Особенно ночной Я в прошлом году Даже что-то писал об этом Но в общем и целом Считаю что историческая реконструкция Это очень классно Вот именно в планах Никто не проник Замечательно Я потом читала отзывы Что сама реконструкция Была великолепна Но никто не увидел Просто ее никто не увидел Никто не увидел Но увидели в основном Если бы ее нормально организовали Я думаю Что это было бы Ну Это даже вопрос Не в претензии к активистам Да А претензии к тем Кто не сделал освещение Тем кто поставил Такие трибуны Да Ни в коем случае Не к активистам Ни в коем случае Те кто организовывал Имеется ввиду Со стороны власти Им было совершенно все равно Что люди об этом подумают Для них была галочка А то что при этом ребята чувствовали Когда ориентировались Совсем другое дело Тема важная Интересная Но у нас остается Всего несколько минут Наши передачи Израил Зинович Скажите У вас есть мнение Какое-то по поводу того Что сейчас обсуждается Я с удовольствием Слушаю разные мнения Что вы думаете Меняю попутно Кое-что у себя Вы знаете Мы провели Вот в нашей лаборатории Мы очень много Занимаемся проблемами Футурология Будущее Мы должны видеть Каким будет человек Он будет другим Это совершенно ясно Возьмите Олдридж Это не писатель Ну в общем Все футурологов Футурошок Вот вы наверное читали Да И мы провели Вот такой эксперимент Сколько человек Может выдержать Когда говорят о войне Это конечно Зависит от ораторского искусства И это умение Додумывать Придумывать еще Но это примерно Десять раз меньше Я им начинаю говорить О будущем Вот какой будет школа Какой будет человек Что у нас совершенно Все изменится Это не фантазия Это тенденции развития На них строится футурология Вы знаете Это десятки раз больше Они потом Когда вы еще будете Я говорю Что о войне Нет о войне не надо Говорить И потом Меня возмущает Одна тенденция Почему нужно проводить Военные парады Чтобы показать Ага Еще И полезете к нам Вот вы и получите Еще Все построено Войну мы делали Показывать вот эти мелочи Детали Бытовуху Так называемую Это для Или только героику Нужно Потому что Жизнь так построена Не покажешь Не устранишь Понимаете Это нужно Без этого никак нельзя Но не нужно из этого Делать идеологии Понимаете Потому что Это совсем другое дело Я понял Спасибо большое Я от лица Я думаю Всех присутствующих Поздравляю Одесситов Ветеранов С этим праздником Днем Победы Желаю вам И одесситам И ветеранам И пенсионерам Не только мира Но и Скажем Благополучия Которое в большей степени Зависит от чиновников И Я думаю Что если Наши чиновники Или когда наши чиновники Наши политики Начнут Реально Они По казно И на бигбордах Заботятся О ветеранах Это и станет Другой политикой Спасибо большое До свидания До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok